We come now in Acts chapter 4 to verses 36 and 37. Okay, Luke has given us now a general account of what the believers were doing. But now he focuses on one special example. Он давал отчет до этого о том, что делали верующие. Общий, а здесь переходит к конкретным личностям. Говорит о Варнаве. Не так важно или особен случай с Варнавой из-за того, что он сделал. Но важна его дальнейшая роль в книге Деяний. И так здесь дается пример Варнавы. Он был назван Варнавой, что значит сыну тишения. Говорится о том, что он был левит и родом из Кипра. Говорится о том, что у него была земля, и он продал ее, и принес деньги, и положил к ногам апостолов. И его еврейское имя Иосиф. Но он был переименован апостолами в Варнаву. Перевод мы уже слышали. Апостолы узрели в нем дар, и поэтому переименовали его. Его даром было утешение остальных во времена, тяжелые времена. Он был левитом, но родом из Кипра. И так он был иудей, верующий в Мессию, Ишуа, и из колена Леви. И вероятно, что в это время как раз жил в Иерусалиме. Из других мест Писания мы можем увидеть большую информацию о Варнаве. Он появляется 24 раза в книге Деяния. В Варнаву. Это первый раз. И еще пять раз упоминается в других местах Нового Завета. Первый Коринфянам 9, 6. Галатам 2. С первого по. А, первый, девятый и тринадцатый стих. И Галатам 4, 10. Он был двоюродным братом Иоанна Марка. Который является автором Евангелия от Марка. Галатам 4, 10. Он также был, находился в Иерусалиме, чтобы встретиться с Павлом. Он также был послан от церкви в Иерусалиме, чтобы исследовать обращения язычников в Антиохии. Писание говорит, что он был исполнен Духа Святого. И, то есть, другими словами, он был под контролем Святого Духа. Он был тем, кто привел Павла из Тарса в Антиохию, чтобы он там начал служение. Деяние 4, 20. Говорится о том, что у него была такая, типа, командная внешность. Все, в общем, обращали внимание, когда он заходил. Такой директор был на вид. Наверное, хорошо выглядел. Но, как мы видим, в Листре, когда был случай, когда Павла и Варнау приняли за богов, то его приняли за Зевса или Юпитера. Согласно Деяниям 14, 14, у него был дар апостольства. То есть, он был той категории апостолов, как Яков и Павел. То есть, мы видим, кроме 12 апостолов, еще других апостолов, в которых был тот же самый дар. Я надеюсь, что вы делаете хорошие записи. Потому что Саша попросил сделать для вас тест. Грядет судный день. Окей, now you're all scared. Мини-джеджмент day. Да, джеджмент day, да. Мини-джеджмент day. Verse 37 describes or emphasizes the work of Barnabas. 37. Okay. 37? Yeah, 37. 37. 37 говорит о том, что сделал Варнава. According to verse 37, he owned a field. Согласно 37 стиху, у него было поле. How could it? Interesting point here is that under Mosaic law, ownership of land was forbidden to a Levite. Ну, интересно, что ведь по закону Моисееву левитам запрещалось иметь землю. Okay, numbers 18, 20 to 23. Числа 18, 20 to 23. Numbers? Yeah, numbers. Yeah. And Deuteronomy 10 verse 9. Numbers 18, 20 to 23. Числа 18, 20, 23. Deuteronomy 10, 9. И второзаконие 10, 9. Был ли Варнава, ну, не послушен? Ответ — нет. Потому что это положение касалось… Закон распространялся только на землю Израиля. Левиты, которые проживали вне государства Израиля и вне территории Израиля, не подпадали под эти обязанности. Тем более, что после Вавилонского пленения закон не мог быть исполнен в этом смысле. Потому что уже колено Израиля… Израиль не жил по коленам. Потому что вначале каждое колено имело свою территорию, и среди каждого колена были города левитов. И из этих городов они должны были учить закону Моисеева. Но после Вавилонского пленения они уже не жили среди колен в земле. Итак, у него был кусок земли, и он продал и отдал апостолам. У него была любовь, как бы, к общению. И переходим к истории Анании и Сапфиры. Пятая глава, с первого по одиннадцатый стих. Две главные части здесь, важные части. То, что он сделал. Говорится, что некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфиры, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Имя Анания значит, что Всевышний дал с огромной милостью или благоволением. Но, видимо, он не жил, согласно своему имени. Его имя жены было Сапфира. Это, как бы, транслитерация еврейского имени Шафира. Значит, прекрасная. Итак, у нас есть семья, муж с женой, которые продают землю, но они заключили, как бы, союз обмана, то есть, решили обмануть. Они утаили часть цены. Лука использует то же самое слово, которое используется в Септуагинте, в книге Иисуса Навина, 7 главе, 1 стихе. 7-1 Когда Ахан Когда Ахан утаил то, что он не должен был скрывать. То, что Ахан пытался сделать по отношению к Иисусу Навину, это то же самое, что пытались сделать Анания и Сапфира по отношению к апостолу. Ахан, он, как бы, перебил или вмешался в развитие и процветание Израиля в обетованной земле. И Анания и Сапфира, перед, ну, как бы, своим поступком, они вмешались в прогресс и развитие общины. Мы видим первый грех, который вошел в поместное собрание. Анания и Сапфира, они вместе, как бы, утаили. Это было первой внутренней проблемой церкви, и здесь открывается вопрос, как же с этим разберутся. Здесь нельзя упустить определенные моменты. То есть, в смысле, невозможно предотвратить все, но нужно научиться, как с этим справляться. Третий, четвертый стих. Итак, Анания подходит к апостолам. И у Петра приходит Петру слово знания. И Петр спрашивает, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль и солгать Духу Святому? Дух Святой действует могущественно через Петра. И дальше Петр говорит определенную вещь, которую часто упускаем. Он говорит, что прежде чем ты это продал, оно было ведь твое, тебе принадлежало. Но после того, как ты это продал, деньги принадлежали снова же тебе, и ты мог их использовать, как только тебе угодно было. То почему, что заставило тебя принять такое решение? Ты не солгал людям, а Богу. Мы должны понимать из этого местописания, мы четко видим, что ожидалось. Петр говорит, что послушайте, земля ваша, вам не нужно было ее продавать. То есть этот процесс, он не был по принуждению, это было все добровольно. Людей не заставляли, они делали это по водительству Духа Святого. И даже после того, как ее продали, они могли все равно делать то, что им угодно было. В другим словам, Петр говорит, что Анане не стоило лгать. Если бы ты только часть захотел отдать в общину, то так и нужно было и сделать. Но что-то другое произошло. Петр увидел ответственность двух людей в этом обмане. А, двух личностей. Первое — это Сатана. В третьем стихе. Петр говорит, что почему ты позволил Сатане наполнить твое сердце? Каким-то образом в сердце Анании была открытая дверь для Сатаны. Нам не сказано, что это было. Но это очевидно из-за текста. Это единственное упоминание Сатаны по имени в книге Деяний. Дальше это слово используется как дьявол. Петр также использует слово наполнил. То есть, у нас, говорится, вложил. И здесь как бы такая параллель. И то же самое слово, которое применяется обычно к Духу Святому. То есть, другими словами обозначает контроль кем-то. Другими словами, Анания был под контролем врага. И его грех — это была ложь к Святому Духу. Но также Петр говорит ей об ответственности Анании. То, что он говорит, то, что осталось, он все равно было Твоим. Как я говорил, что продажа земли не была обязательной. Петр спрашивает, как ты допустил это в Своё сердце? То есть, другими словами, видим, что не Сатана заставил его это сделать. Анания решил это сделать из-за жадности. А жадность привела к принятию греха. У него, как бы, у Сатаны априори есть намерение обманывать. И Петр говорит, что твой грех, Анания, не в том, что ты сомневался. Ты солгал людям, но Богу. И здесь это четкое понимание и пример того, что Дух Святой — это Бог. Потому что в третьем стихе Петр говорит, что ты солгал Духу Святому. То есть, ложь к Святому Духу — значит то же самое, что ложь к Богу. У Петра был дар развлечения духов. Не только дар Словознания, но развлечения духов. А теперь реакция. Анания падает мертвой. Если бы такое сегодня в церкви произошло, я думаю, что мало бы людей осталось живых в церкви. Ага. Окей. Анания упал мертвый за свою ложь, и мы должны быть благодарны Богу за то, что сейчас этого не происходит. Это единственный пример, когда кто-то умер от Духа Святого. Но в этом случае он не встал снова. Мы видим, что здесь очень такая жесткая реакция со стороны Бога. Суровая. Я думаю, что это свидетельство такого страха перед Богом, как основы первой общины. Знание о том, что Бог все видит, слышит и судит. Но может быть не так же, как в этом примере. Но будет осуждение все равно. И результатом стало то, что страх был на каждой душе, которая это слышала. И шестой стих говорит о погребении Анании. Окей. То есть здесь пример, вот это слово «юноша», это имеется в виду, то есть более молодые люди, чем… И они его подняли и умерли, в смысле взяли и умерли. И с седьмого по десятый стих видим пример Сафиры. Она пришла несколько часов спустя. Через три часа, когда уже после смерти мужа. И Петр ей задал очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько земли вы продали? Засколько? Этим вопросом Петр дает возможность покаяться. Очиститься. Но Сафира не воспользовалась этим случаем. Но продолжила свои игры в конспирацию. Может быть, если бы она знала о том, что муж ее уже умер и похоронен, она бы изменила свое мнение. Но из текста мы видим, что не в этом была причина. Петр говорит, что это согласились вы искусить Духа Господня? Другими словами, это было против Духа. И затем Петр произносит суждение на нее. Он сказал, вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. И снова немедленная смерть. Она упала у ног его и спустила Дух. Юноши, ну, те же молодые люди. И сделали то же самое. Взяли, вынесли, похоронили. Греческий текст говорит, что она была похоронена лицом к лицу с мужем. И так есть результат. Великий страх был на всей церкви. Слово страх, оно часто трактуется неправильно. Другими словами, появилось огромнейшее уважение и почтение Бога. Благодаря этому мы можем сделать четыре наблюдения. В первую очередь мы видим, как бы на деле, авторитет, апостольский авторитет Петра. В Матфея 16, 19 Ему дана власть связывать и развязывать. То есть, один из аспектов этого, это дисциплина в церкви. И освобождать, это значит освобождать от наказания. Но связывать, значит связывать для наказания. В Иоанна 20, 23 Апостолам разрешено как бы оставлять грех на людях. Как бы параллельно к тому, что они имеют власть освобождать от греха. То есть, Петр оставил грех на Анании и Сапфире для наказания. У апостолов был авторитет, чтобы устанавливать дисциплину в церкви. Сегодня в церкви мы не совсем распознаем или видим этот авторитет апостоль. И есть вообще сомнение, существует ли он до сих пор. Но то, что мы точно имеем, это такая процедура из четырех элементов, которая описана в Матфея 18. Кто знает, что написано в Матфея 18? Матфея 18. Открываем Матфея 15-20. Саша also doesn't know. Oh. Okay, Матфею 18. Матфея 18. 15-20. 15-20. 15-20. 15-20. 15-20. Если же согрешит против вас, если против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. 18 глава с 15 по 18 стих. Между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Здесь четыре ступени или четыре аспекта взаимоотношений. Сначала разбираются между двумя людьми, между которыми есть конфликт. И никто не говорит другим людям. Это только между двумя людьми. Были случаи, когда ко мне подходили люди, жаловались на того-то, на того-то. Я спрашиваю всегда, а подходил ли ты вначале к этому человеку? А такие люди говорят, что да ну, это слишком сложно. Но я говорю в таких случаях, что это твое первое задание. Я больше не буду ничего слушать по этому вопросу, пока ты не поговоришь в первую очередь с этим человеком. Возможно, этот случай, как бы, он разрешится в процессе общения между этими двумя людьми и больше не будет проблемой. Если этого не произойдет, написано, что возьми еще пару людей и поговори с этим человеком снова. Дай ему еще один шанс. Если он послушает, хорошо. Но если нет, то приведи его перед всем собранием. И это как бы уже такая финальная ситуация. Если не послушает, то не сообщайте с ним. И так четыре ступени. И нужно следовать этим пунктам. Это решит много проблем в церкви, если мы так будем поступать. There is a question, Roger, from me. Can I ask it? Yeah. Once I was taught about this case and the preacher said about exactly the end of the 17th verse, he said that the meaning about sinner and tax collector means that this person, now we can understand that the person you had something against or he was telling he should improve and he didn't listen to you. So, now you understand that this person is a non-believer, so you should tell him again, like, everything from the beginning, the gospel, like, so if he's a sinner or, like it says, gentile, so we should evangelize him again. Evangelize him. Yeah. That's a good point. Ah, okay. Yeah. Do you want to tell him what you... Okay. Yeah. Well, I was just going to tell you, I was just going to tell you something about the 17th verse, that he will be like a tongue and a tongue. It's in the sense that it is, it's in the sense that a person actually didn't understand about the God. And, in the sense, this person first should evangelize him. It's not to him to be able to evangelize him, but, on the other hand, it's to him to be able to tell him about the God, about the principles of the Evangelion, and he will be able to tell him again. Okay. The second observation that we can make from this story is that it seems to be a very harsh punishment. But discipline should always be stronger at the beginning. I have learned that over the years. If you're too loose in the beginning, then it gets worse. But if you take things good, fast in the beginning, then afterwards you can give a little bit more room. If you have an example in the Tanakh also, the same thing, in Leviticus 10, verses 1 and 2. And it talks about Nabab and Abihu, who were both also killed very instantly. Okay, we're not going to read it now, but... Yeah, just... But just to say, write the names of these people. Nabab and Abihu. It's the case of Nabab and Abihu. Okay, you can read it for yourself. The third observation is that there were four results. The first one is a recognition of apostolic authority. It's, in the first place, a recognition of apostolic authority. Secondly, the purity of the church was preserved. Thirdly, there was a godly fear. And fourthly, there was fresh apostolic power with new signs and wonders. И четвертое, это то, что было свежее проявление апостольства, сопровождаемое силой и знамением. If we were going to continue, you would see that in Acts 5, verse 12. The fourth and last observation is that there are three lessons to be learned from this account. Firstly, even the early church was not perfect. Secondly, во-вторых, Бог будет судить грех. And thirdly, as pointed out in 1 Peter 4, 17, суд Божий начнется с Дома Божьего. Бог начнет с нас. Okay, I am not going to proceed any further, because that would mean getting halfway through something before we have to stop. So, we open for any questions that you may still have. Tomorrow there will be no teaching. They are too frightened. They are too frightened to ask questions. Is there anything that wasn't clear? Is the Holy Spirit softer now? For what? I don't know about that, but I think there's a whole lot of grace out there. I think if necessary, the Holy Spirit could be just as strong as he was there. Very often you will find at the beginning of a ministry or at the beginning of a some work of God that they will be, it will be very strict, that the rules will be very strongly enforced. I think the problem is sometimes that we have become more tolerant. And maybe we need to be a little stronger in the way we interpret God's Word. Нам стоит быть более такими серьезными в отношении интерпретации Божьего Слова. Особенно касаемо влияния Божьей воли на Церковь. Okay? I keep saying this, but I believe that God intended us to be world changers. I believe, and I constantly repeat it, that God intended us to make changes in this world. It was said of the first Christians, that when they came somewhere, they turned things upside down. And I believe that they were turning things to the right side up. But I would say it was very clearly a radical belief in God and a radical following of God. And today, many believers are afraid of being radical. Okay? Where God's Word says something, we need to hold on to that. We need to follow God's Word. God hates divorce. And yet we have as much divorce within the church today, as there is in the world. Now, okay, I am not saying that there are not sometimes reasons or situations where that may be necessary. but what I am saying is that it is much too easy but what I am saying is that it is much too easy today. Yeah? And maybe we need to become more radical. There are many other issues as well where the church is being conformed to the world and not the world being conformed to the church. Okay? Today it can mean that we will end up in prison even sometimes even in Europe. It may be that people laugh at us. Very often when I've spoken very radically on some subjects people said, well, you don't love us. I said just the opposite. I love you so much I don't want you to continue down this road because you're going to hell. наоборот, я вас люблю и поэтому говорю вам для того, чтобы вы не пошли в ад. There's a difference. Okay? But we're afraid of being strong. We're afraid of being bold. We're afraid of being bold. We need to change. нам стоит меняться. I need to change. Мне стоит меняться. I remember when I left here last time from Odessa, I was sitting next to an English businessman. I was sitting next to an English businessman. And he began to tell me about all the things that he had done here. And it wasn't a very nice story. Для меня это не очень была приятная история. Вечеринки, выпивка, проститутки. И я сказал ему, ты вообще соображаешь, куда ты попадаешь? Ты понимаешь, что это с тобой делает? И он посмотрел на меня, как будто бы я нет мира сего. И я начал говорить ему о Евангелии. И говорил о чистоте, которая должна быть. И он сказал, да, я хожу в церковь. И я спросил, когда? На Рождество. Да. Это было около размера. Я сказал, well, there's a lot more to it than that. Sorry? There's a lot more to it than that. I said to him, there's a lot more to to belief and to faith and to Yeshua than just going to church at Christmas, okay? Now, I don't know what he did. He got off in Budapest. I got off in Budapest and I didn't see him again, so I don't know what happened, but I was basically prepared just to to do what I really felt God wanted to do. Но я был готов делать то, что чувствовал Бог хочет, чтобы я сделал. Sometimes we just let things happen, okay? Но иногда мы просто позволяем вещам случаться и все. Be bold. Be courageous. смелыми. И идите вперед за Богом. Еще что-то?